Сегодня Владимир Путин стал одним из главных мировых ньюсмекеров. Ведущие телекомпании показывают фрагменты большого интервью, которое российский президент дал нашим коллегам с Первого канала и из американского информационного агентства Associated Press. Общаясь с журналистами, Путин затронул основные острые темы, такие как российские, так и международные. Прежде всего, он подробно описал позицию России по Сирии, вновь высказался против планов США по нанесению военного удара. Также президент прокомментировал сложности в российско-американских отношениях и нездоровый ажиотаж, возникший на Западе после принятия в России закона о запрете гей-пропаганды. Дмитрий Новиков продолжит. Острых вопросов вокруг ситуации в Сирии. Кто применил химическое оружие? Стоит ли доверять разведданным США? Какое оружие поставляла Россия сирийцам? И как поведет себя официальная Москва, если Вашингтон все же нанесет удар по правительственным силам этой страны? В первые минуты интервью было так много, что Владимир Путин, отвечая на очередной вопрос, даже переспросил американского корреспондента. Вы работаете в СМИ или ЦРУ? Вы сказали о том, что господин Керри считает, что химоружие применила армия Асада. Но точно так же другой госсекретарь в администрации господина Буша убеждал все международное сообщество в том, что в Ираке есть химическое оружие. И даже показывал нам какую-то пробирку с белым порошком. Все это оказалось несостоятельным аргументом. Но, тем не менее, использовав этот аргумент, была проведена военная акция, которую многие сегодня в США называют ошибочной. Точных, достоверных данных, кто использовал химическое оружие, правительство Сирии или оппозиция, до сих пор нет. Принципиальность позиции России, по словам президента Путина, заключается в том, что применение любых средств массового поражения людей является преступлением. Но и начинать военное действие против какой-либо страны без санкции Совета безопасности ООН категорически нельзя. Мы не защищаем это правительство. Мы защищаем совершенно другие вещи. Мы защищаем нормы и принципы международного права. Мы защищаем современный меропорядок. Мы защищаем обсуждение даже возможности применения силы исключительно в рамках действующего международного порядка и международных правил, и международного права. Вот мы что защищаем. Вот это является абсолютной ценностью. Путина спрашивали, к какому типу политиков он себя относит. Президент называл себя прагматиком с консервативным уклоном. Можно ли российский суд назвать независимым? Ответ суд в России, конечно, является независимым. Американский журналист допытывался с принятием, цитата, законодательства против лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией, будет ли преступлением, если во время Сочинской Олимпиады кто-то будет носить на себе радужные знаки отличия? Ответ Путина не будет. У нас нет законов, направленных против лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Вот вы сейчас об этом сказали, вы как бы создаете иллюзию у миллионов зрителей, что у нас есть такие законы. А в России таких законов нет. В России принят закон о запрете пропаганды нетрадиционной сексуальной ориентации среди несовершеннолетних. Это совершенно разные вещи. Россия не стремилась и не хотела осложнять отношения с Америкой из-за Сноудена, но ей ничего не оставалось, как предоставить ему убежище. Мы понимаем, что в связи с позицией России по некоторым вопросам возникает некоторое раздражение у американской администрации, но с этим ничего не поделаешь. Я думаю, что на самом деле хорошо бы не раздражаться, а хорошо бы нам вместе искать всё-таки набраться терпения и работать над поиском решений. Но я очень рассчитываю на то, что удастся на полях саммита 20-ки в Петербурге со своим американским коллегой переговорить. У нас все предыдущие встречи были очень конструктивными. Президент Обама очень интересный собеседник и человек конкретный, деловой. Что же сейчас происходит в отношениях России и США? Заморозка? Похолодание? Путин считает, что идёт трудная и неувенчанная цветами текущая совместная работа, когда каждая страна отстаивает свои интересы и принципы в решении международных и двухсторонних вопросов. Дмитрий Нойков, телекомпания НТВ.